Продолжение следует... И сразу хочу сказать, что мы находимся на том же месте. Центр наш продолжает работать. Те, кто знают наши адресы или новые люди, кто подключились, это Туристская 33, корпус 1. То есть наш центр находится по тому же адресу. Ну и другое сообщение – это то, что компания «Оосфера» является разработчиком, производителем квантово-голографических модулей. И мы сейчас ведем реализацию этих модулей напрямую, так как контракт у нас по реализации с Omega Galaxy мы расторгли, поэтому еще раз повторю, что реализация модулей у нас идет напрямую от производителей. И те, кто не ознакомились с ценами, поэтому мы разместили вот в данном месяце акцию. И те цены, которые у нас были, это дистрибьюторская цена, можно так сказать, 9800 на основные базовые модули. Сейчас эта цена составляет 7800 рублей. Кроме того, я хочу поделиться как бы новостью, хорошей новостью. К этому мы шли с весны практически. Подготовительная такая работа была. Нам было сделано предложение о вступлении в состав Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И вот буквально 22 сентября был уже подписан приказ, и мы вошли в состав Торгово-промышленной палаты России и Торгово-промышленной палаты города Москвы. То есть это, во-первых, признание наших технологий, это большие возможности. Ну, я не буду сейчас говорить, какие возможности открываются, потому что в данном случае это займет много времени. Ну, вот как бы мы идем вперед, не стоим на месте. По крайней мере, это дает возможность, в том числе реализация наших разработок, скажем так, по всему миру. Это раз. Во-вторых, возможность выхода на фундаментальное исследование и формирование научной базы для наших технологий, потому что в данном направлении практически никто не работает. И почему и проявлен был интерес именно к нашим разработкам. Ну, и это одна из новостей. Далее, те, кто уже видели нас в чате, мы размещали сообщение о том, что у нас разработан и появился новый модуль. Естественно, он как бы уже была подготовительная тоже работа для разработки этого модуля. И так как сейчас начался период простудных заболеваний, вирусных инфекций и так далее, вот как раз модуль вышел в такое время, который называется антивирусный, ну, такое как бы название. Выглядит он таким образом. Вот я могу показывать вам перед камерой. Лавир модуль и вторая оборотная сторона. Вы можете почитать, так как у нас информация была размещена в чате. Также разместим информацию на нашем сайте. Сайт наш, официальный сайт разработчика и производителя – это heavenlylotus.com. Но если вы наберете, скажем так, в нашем, ну, русскими буквами в поисковике, ООО «Сфера», Центр интегральных оздоровительных технологий, и вы можете выйти на наш сайт. Там указаны адреса, указан адрес, указаны телефоны, указана почта, по которой можно писать сообщения. Ну, как всегда, размещена рубрика «Напишите нам». Вот, это как бы мы говорим о новостях. Новостей у нас еще впереди много. И сейчас я уже перейду к нашей теме «Возможно ли жизнь без проблем?» И те, кто наши пользователи, те, кто новые люди, могут как бы подсоединиться к этой лекции и прослушать. Ну, я думаю, мы сможем впоследствии разместить наш вебинар уже на нашем канале YouTube, на который вы можете выйти через сайт нашей компании – heavenlylotus.com. Там размещено в разделе «Видео». Вы переходите на сайт YouTube, и там размещены все видео. Единственное, что сейчас мы тоже реконструируем немножечко сайт, и видео будут разложены по разделам отдельно, раздел «Семинары», «Школы», «Видеотрансляции» или «Вебинары». Поэтому сейчас пока информация полностью вся там размещена. И этот вебинар постараемся разместить там. Ну, зависит от технических, скажем так, каких-то моментов, как быстро это будет. А сейчас я перехожу в слайдовый режим. Опять мы посмотрим, как у нас это получится. Так, выходим на экран. Так, если кто-то видит заставку, экран, в чате, пожалуйста, сообщите, видите вы или нет. Потому что, еще раз говорю, мы отрабатываем чисто технические моменты. Так, ну, сегодняшняя тема «Жизнь без проблем. Миф или реальность?» Я думаю, эта тема волнует всех. С другой стороны, мы говорим о том тоже, как быть лучшей версией себя, потому что у нас много версий, так же, как и во Вселенной, огромное число в пространстве Вселенной, пространство вариантов или количество вариантов развития разных событий. Поэтому мы с вами тоже можем быть в нашей, скажем так, жизненной ситуации, разные события могут разворачиваться по-разному. И мы тоже можем быть лучшей версией себя. То есть лучшая версия, это говорит в целом о том, как происходит развертка этих событий. Вот, поэтому. Ну и, конечно, законы всемирного тяготения, которые имеют, скажем так, тенденцию определенного развития, можем ли мы, подчиняемся ли мы этим законам или нет, по каким законам все развивается. Конечно, взаимодействие информационного поля, мы с вами являемся частицей информационного пространства, и человек наполняет информационное поле информацией и своими мыслями, и своими словами, и, скажем так, своими событиями. Наша планета – живое существо, и мы являемся ее частью. Так, у нас здесь идет контроль технический, поэтому могут быть какие-то небольшие накладки. И информационное поле, мы должны понимать, что в энергетических полях... Мы должны понимать, что в энергетических полях или в электромагнитных полях всегда плюс к минусу. В информационном поле всегда плюс к плюсу, минус к минусу. И поэтому мы с вами резонируем по какой-то информации, по каким-то частотам. То есть, скажем так, похожие программы, они начинают резонировать, то есть усиливается какой-то импульс. Естественно, происходит обмен информацией, переработка информации, и сохраняется эта информация и в нашей матрице голографической, которая является носителем информации, и также в общем информационном поле. Так, у нас идет трансляция. Поэтому, хотим мы или не хотим, мы встроены в эту систему. Так, я могу переключить слайд? Сейчас, секунду. Так, пробуем мы переключить на следующий слайд. Так как информационное поле наполняется постоянной информацией, еще раз говорю, человечество является источником тоже информации. И как раньше говорил Вернадский, что это наосфера, это симметическое поле сознания людей, и эти информационные поля, как мы говорим, формируют человек своим сознанием. И раньше, если Вернадский говорил, что это ноосфера, то сейчас, в данное время, уже говорится о том, что наша ноосфера, вернее, Вернадский уже говорил о том, что прекратилась в некросферу. Это говорит о том, что насколько человечество уже погрязло в негативных мыслях, в проблемных ситуациях и так далее. Поэтому, хотим мы или не хотим, и мы создаем это поле, информационное поле Вселенной, и в свою очередь информация эта тоже влияет на нас, потому что мы оттуда также черпаем информацию. Так вот, естественно, любая негативная информация, она создает хаос, она создает низкие вибрации. И, естественно, от состояния нашего психического состояния или эмоционально-психического состояния зависят от того, в каких вибрациях мы будем находиться. И уже доказано веками, что только в состоянии психического равновесия и вообще в состоянии целостного, в целостном человек способен целостно и воспринимать происходящее и события. Самое главное – адекватно их оценивать, то есть давать правильную оценку. И далее от этого зависит, правильное ли решение принимает человек и правильные ли он поступки, ну, с точки зрения, какие поступки он совершает. То есть осознанно он принимает эти решения или нет. То есть все зависит тоже и от выбора. Но выбор зависит от той информации, с одной стороны, в которой мы находимся, и от призмы восприятия человека. То есть если человек в неравновесном состоянии, то мы знаем, что он не способен адекватно оценить происходящее событие, значит, совершает ошибки. Поэтому уже для всех становится ясно, что самое главное – это влияние информации. Поэтому от качества информации всегда зависит качество энергии и от качества и количества энергии. И от этого зависит качество материи. То есть качество нашего физического тела или здоровья, можно так сказать, качество событий, качество отношений. То есть именно все качество зависит от той информации или от той информационной среды, в которой мы с вами находимся. Естественно, уже в настоящее время человечество зашло в тупик, потому что уже столько много негативной, разрушительной информации. Вы сами понимаете, что творится вообще в мире. И сейчас действительно уже нужно просто кричать «сос». То есть нужно спасаться человечеству. То есть не каждому поодиночке, а нужно понимать, объединять сознание, не просто понимать, что негативная информация является разрушительной, а делать какие-то шаги. И как раз вот наши технологии, почему еще раз я повторю, проявили большой интерес уже к нашим технологиям, сейчас возникает, потому что наши разработки, они как раз помогают в первую очередь выйти из этих тупиковых ситуаций. Наши разработки помогают устранить вот эту энтропию или, как мы говорим, хаос в информационном пространстве, создавать какие-то гармоничные структуры, устранять какую-то негативную информацию. Естественно, это накладывается не только на взаимоотношения, не только на наши состояния. Это отображается и на нашем здоровье. Это и можно отнести к тому, чем мы питаемся, какой пищей питаемся. То есть практически мы понимаем, в какой среде мы находимся и насколько безопасна либо опасна эта среда. Поэтому наши разработки, в первую очередь и наши методологии, они отражают новые концептуальные модели в подходе определения первопричин, в том числе и нарушений психофизического состояния человека. То есть мы можем уже диагностировать и тестировать влияние какой-либо информации. Ну а далее, естественно, мы должны, когда мы понимаем причины, значит, нужно искать средства восстановления здоровья, улучшения качества жизни человека в целом именно на уровне, в первую очередь, информационном. То есть удалять какую-то разрушительную информацию и заменять ее на созидательную. Кроме этого, мы должны понимать, ну вот я не буду сегодня распространяться, как работают наши технологии, но я хочу сказать, если на уровне понимания, на самом таком простом уровне, это однозначно можно сравнить с компьютерными технологиями. Вы же не удивляетесь и не стараетесь разобраться, как, например, работает антивирусная программа в компьютере. Мы просто этим пользуемся. То есть вот именно к таким технологиям мы привыкли. Но мы понимаем, что если человек способен создать антивирусную программу в компьютере, то есть, например, антивирус Касперского или другую какую-то программу, в принципе, все работает по одним и тем же законам. Значит, человек способен создать какую-то программу, разработать и технологию, которая способна в нашем информационном пространстве тоже устранить какую-то вирусную программу, которая сдает сбой нашей собственной программы, гармоничной программы развития. И мы можем устранить, еще раз говорю, те программы, которые либо внедрились, либо генетическим образом передались. То есть принцип один и тот же. То есть это принцип голографичности, это принцип фрактальности этого мира. Поэтому все, что использовано в технике, в технических, скажем так, каких-то моментах, то же самое все можно применить относительно к человеку. Но вот что касается человека, как же можно убрать в нашей матрице негативные какие-то программы разрушительные, вот здесь еще может быть сознание человека не совсем может принять эти технологии. Но еще раз говорю, вот когда у нас шла переписка в чате, некоторые из наших пользователей, когда я сказала, что вот был определенный ключевой момент, когда переходный такой период от одной ступеньки к другой, и вот многие пользователи заметили этот момент, и даже в чате некоторые из них писали так, Перуна Аркадьевна, это чувствуется, что если раньше людям надо было объяснять, доказывать, что эти технологии работают, как они работают, как они помогают, то сейчас, говорит, понимаете, люди сами спрашивают, и людям не нужно объяснять. Они вот буквально несколько слов сказали, и люди сразу это улавливают. То есть это говорит о том, что те потоки, невидимые потоки энергии, информации, которые идут через космические излучения, через частотные какие-то каналы, это в любом случае меняет уже человечество к восприятию какой-то информации. И поэтому уже на сегодняшний день, вот знаете, как-то даже такой очень резкий переходной период был, когда от непонимания к принятию, и вот на сегодняшний день люди уже готовы принять то, о чем мы говорим. То есть мы говорим к восприятию даже вот наших разработок, которые не имеют аналогов в мире. Ну вот здесь как раз страничка, которая представляет, что мы вошли в состав торгово-промышленной палати, уже официально зарегистрированы. И кроме этого я хочу сказать о том, что наша компания еще кроме этого входит в состав комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития. То есть наша компания, наш центр возглавляет, можно так сказать, центр инновационных разработок. Вот в этом направлении мы лидируем. Поэтому и такое внимание к нашим разработкам. То есть у нас в плане внедрения даже, можно так сказать, наших разработок будущее. И будущее за этими технологиями. Ну и как говорят, да, кто успел, тот успел. Поэтому, наверное, всегда выигрывает тот, кто в первых рядах. Поэтому мы говорим, что у нас есть просто пользователи нашими модулями, но также мы работаем с различными центрами, медицинскими центрами, санаториями, то есть какими-то другими компаниями, через которые мы можем реализовать наши технологии. Это уже другая, это уже, скажем так, более серьезная такая работа. Так вот, одними из разработок нашего центра, кто-то уже знаком с этими технологиями, это, конечно, направление квантовые голографические модули или комплекс биоинформационных гармонизаторов на принципах зеркал Козырева-Казначеева. Также кто-то знает об этом. Но вот сегодня как раз мы будем говорить о том, как мы можем применить квантовые голографические модули вот в той проблеме, которая имеется, или в тех проблемах, которые имеются у людей, которые не могут решить эти проблемы. Ну и все-таки, я думаю, нужно разобраться. А на самом ли деле это проблема? Либо это урок, и вот как раз у многих людей это дилемма, потому что кто-то думает, что проблема, например, она является уроком, а на самом деле, может быть, это не так. И как правило, всегда человечество на протяжении всего своего существования искало, как выйти из этих проблем. Но даже если мы возьмем, например, взаимоотношения отцы и дети, вечный вопрос, он актуален до сих пор, он 200 лет и 300 лет был назад актуален, и еще более актуальнее, он сейчас стоит перед нами. И поэтому как-то вот привыкли люди искать виноватых в своих проблемах или в своих ситуациях. Но я думаю, что все-таки нужно, это субъективная оценка, нужно все-таки не просто задумываться над ситуацией, а понять, почему это происходит. Мы можем понять, почему это происходит только тогда, когда не просто мы включаем сознание, а когда мы знаем законы, по которым все в этом мире развивается. И хотим мы или не хотим, мы по этим законам с вами существуем тоже. То есть любые процессы во Вселенной, как мы говорим, принцип голографичности, все целое, каждое целое в малом и наоборот, каждое малое в целом. Поэтому вот именно с точки зрения человека, человек как сложная система, об этом говорил известный российский ученый, академик, Академия медицинских наук, профессор. Это мировая величина, можно так сказать. Это Влаэль Петрович Казначеев, который считал, что сложная система человека – это результат встречи двух космических форм жизни. Это белковая нуклеиновая форма и полевая. При этом, как он говорил, благодаря именно полевой форме, то есть голографической энергоинформационной матрицы человека, происходит постоянно тонкое взаимодействие организма с окружающей средой. То есть и первично, еще раз говорю, это энергоинформационная матрица. То есть все, что с нами происходит, матрица формирует нашу судьбу, нашу жизнь. Ну, можно так сказать, как бы матрица предопределяет. Уже как мы можем определить, что несет матрица, какую программу она несет? У каждого человека свои программы. Но я хочу сказать, что Вселенная развивается по одним законам. И раз мы в этот мир приходим, и раз мы созданы Творцом, значит, мы пришли в этот мир, чтобы что-то творить, то есть быть подобием Творца. И любой человек, так как Вселенная развивается, и раз мы в этой структуре, то каждый человек приходит сюда, в этот мир, для своего развития. Ни один человек не запрограммирован ни на болезни, ни на смерть, то есть сразу как бы нет программы смерти, для чего-то мы пришли, то есть мы должны какую-то программу выполнить. Другой вопрос, а почему же получается так, что человек, прожив свою жизнь, не выполняет свою программу, или человек раньше времени уходит из своей жизни? Или почему, например, ребенок только родился и тоже может уйти из жизни? Почему это происходит? Кто-то говорит, ну вот, наверное, судьба такая. Мы говорим о том, что есть судьба, но есть и программа развития жизни человека. То есть еще раз говорю, что заложена в нас программа гармоничного развития. Вот на этой схеме мы видим, что какая связь, допустим, человека, человек как информация, энергия и материя. Это является, можно так сказать, индивидуальным частотным каналом каждого человека. И вот здесь на этой схеме написан информационный мир либо вечность, то есть это, можно сказать, так, информационный мир Вселенной, где информация обо всем, обо всех галактиках, планетах, мирах, в том числе о Земле, о человечестве, И о каждом человеке отдельно есть свой информационный индивидуальный кластер, как мы говорим, ячейка такая информационная. То есть развитие данного человека, и не только человека, а эта информационная структура, как мы говорим, это дух, индивидуальный информационный кластер. А индивидуальный информационный кластер, он несет информацию о нашей субстанции исходной, божественной вот этой субстанции, Дух, который может воплощаться в разных мирах, в разных галактиках, в котором записана программа развития этого Духа, какую миссию мы должны с вами выполнить, в том числе, например, здесь на Земле, в этом воплощении. Но одновременно мы с вами можем находиться совершенно в других мирах и быть на разных планетах, может быть, в разных смирениях и так далее. И вот так как у Духа есть определенная программа развития, значит, мы здесь на Земле, например, с вами должны пройти какой-то опыт, получить какой-то опыт, в том числе наработать информационное поле Вселенной, то есть обогатить информационное поле и Вселенной, и нашей Земли, то есть вот как раз наработать свой какой-то кластер в ноосферу, какую-то информацию тоже, в банк данных заложить, можно так сказать. Так вот, чтобы получить этот опыт здесь на Земле, вот эта субстанция, Дух, это исходный как бы первичный Дух или как частица Бога-Творца, можно так сказать, она формирует, вот лично моя, например, она формирует на следующем подуровне или следующем уровне, на энергетическом уровне, другую субстанцию, то есть уплотняться начинает, чтобы попасть на Землю. И это называется уже энергоинформационный мир. То есть здесь энергоинформационный кластер формируется, здесь повышенная плотность, и это называется Душа. То есть Дух – это информационная составляющая, Душа – это энергетическая составляющая. И далее уже, ну, конечно, очень много разных подуровней, когда идёт формирование физического тела, но дальше мы уже получаем в виде материи – это наше физическое тело. Вот это как раз и есть три единства – Тело, Душа и Дух. Но так как Дух – это информационный, скажем, канал, поэтому наше тело, или мы как Личность, мы связаны с Душой и с Духом. Поэтому вот именно по этому каналу происходит связь, то есть по которому должна идти личная программа развития каждого человека. В данном, например, воплощении. Но и одновременно человек может, вернее, не человек, а Душа, может находиться и в других разных мирах. Вот что как раз и доказывается, когда люди попадают в зеркалах, они видят себя совершенно в других измерениях, в другом существе, либо это совсем, может быть, другая планета. То есть человек, он как бы соединяется, выходит на связь с самим собой же, только в другом воплощении. То есть через зеркала он попадает просто в другой частотно-временной канал и видит себя совершенно в другой жизни. Кстати говоря, что и происходит иногда с космонавтами, когда они находятся на орбите. Ну, здесь это отдельная тема. Поэтому вот в данный момент наше есть тело здесь на Земле, которое определенную программу через тело мы выполнили. Тело это как инструмент нам дан для того, чтобы мы выполняли какую-то программу, для того, чтобы мы как-то взаимодействовали с этим миром, видели, слышали, общались и так далее. То есть тело это как инструмент для того, чтобы наш дух выполнил какую-то свою программу. Если смотреть на уровни физического тела, то есть как мы говорим, все голографично, все фрактально, и информационный мир, то есть поле, пространство, это как раз есть совокупность связанных, совокупность связанных между собой информационных объектов, кластеров. Это как своего рода сетевая фрактальная иерархия смыслов. То есть если мы посмотрим информационный мир, кластер, дух, как мы говорим, сознательная душа, высшее я, и если мы посмотрим на уровне физического тела, углубимся как бы, то это как раз связано с хромосомами. Это укладка с хромосомом, хромосом в ядре клетки по принципу фрактальной глобулы. То есть информационный кластер – это хромосомы. А вот если уже будем смотреть индивидуальные энергоинформационные кластеры, это как бы душа, разум, это уже далее идет и далее тело. ДНК – это информационный кластер, дальше РНК – это энергоинформационный кластер, и белок уплотняется, это уже относится к физическому телу. То есть это как раз вот говорит о чем? О фрактальности, о самоподобии. То есть все малое в большом и наоборот. И это с точки зрения, скажем так, если мы посмотрим науки. Так вот, человек пришел в этот материальный мир, душа и дух человека, чтобы получить какой-то опыт. У него есть своя программа развития. И когда он попадает в этот мир, здесь встречается, он попадает в два встречных потока времени, если мы будем говорить по Козыреву, о теории времени. И вот здесь, если вы посмотрите как раз вот это вот, такая, скажем так, схема, на которой мы видим, то есть по этой схеме растет, развивается, вернее, все, что существует на этой планете. Будь то не только на планете, а во Вселенной, либо галактика, либо звезда, либо какая-то планета, либо это человек, либо это клетка, либо это животное, растение. Ну, то есть все, все, все развивается по одним и тем же принципам. Принцип какой? Об этом как раз и писал Бернацкий в своих трудах. Принцип какой? Сначала идет зарождение и начинается рост. Ну, как ребенок рождается, да, и начинается рост. Потом этот объект, любой, так же, как и, например, какое-то даже событие. Потом этот объект достигает рассвета, то есть период самого большого такого рассвета. И дальше идет спад и кризис, угасание. Но только у каждого объекта есть свой временной промежуток. Например, мышки живут там определенный вид, да, мыши там может быть 3-4 месяца, может быть 3 года. Допустим, есть какие-то другие, может быть, вирусы, бактерии, либо микроорганизмы, которые буквально несколько часов живут. Допустим, деревья, они могут 700-800 лет, да, у них период, скажем так, жизненного вот этого временного отрезка. То есть каждый вид, он имеет время, отведенное для его какой-то программы. И также человек, вот он имеет вот эту кривую, будем говорить так, со своей программой развития. И вот сколько энергии ему дано, отведено на то, чтобы выполнить вот эту свою программу. Ну, скажем так, родиться, учиться, создать, может быть, семью, родить детей. Дальше достичь, реализовать себя в свой творческий, профессиональный потенциал. Это вот как раз период рассвета. И когда человек уже реализует себя, должен быть спад и угасание. То есть человек уходит из этой жизни, выполнив программу. Ну, что у нас получается? У нас одновременно, как мы говорим, закон квантовой связанности. То есть в тот момент, когда человек рождается или просто что-то зарождается, одновременно зарождается программа разрушения. То есть только зарождается программа жизни, и тут же зарождается программа смерти. То есть вот взаимные два процесса. И здесь у нас преобладает, когда у нас идет рост, развитие. То есть даже это может быть какое-то событие. Не важно, что мы говорим. Все по одним и тем же законам развивается. И рост, развитие. В этот момент у нас работает поток времени, духовный поток времени. То есть правое вращение. Это тот поток, который идет из космоса для нашего развития. И он преобладает. Это рост организованности. То есть правое вращение – это когда система гармоничная, и она развивается. То есть она получает энергию для своего развития. Когда идет спад и кризис, в это время включается, преобладает, начинает поток материального времени. Левое вращение. То есть это поток, который идет от Земли. То есть этот поток дает, что энтропию, то есть разрушение. Но мы должны понимать с вами, что есть естественные процессы, когда зарождается что-то и угасает. Ну, например, если мы возьмем нетронутое человеком место какое-то на Земле, где природа благоухает, и все развивается и живет, мы же понимаем, что это место просто благоухает, какие там растения. И мы понимаем, что есть места, где человек, скажем так, вступил своей ногой, и экология, например, повлияла. И мы видим, что врубаются леса, либо за счет того, что идет переизбыток, ну, скажем так, химикатов и так далее, то есть растения становятся хиленькие, погибают, и некоторые растения вообще пропадают. То есть мы уже говорим о том, что есть естественный рост, расцвет, спад и кризис, есть когда определенному виду отведен какой-то временной промежуток, и есть неестественный, когда вмешивается человек, и вот это время жизни какого-то объекта сокращается. И как раз именно это зависит от правого вращения или от левого вращения, что начинает преобладать. Поэтому, так как человечеству дана свобода воли, и, к сожалению, кто-то этой свободой пользуется, может быть, не совсем в хороших целях, то есть, естественно, человек вмешивается либо в природные процессы, либо в жизнь других людей, или в жизнь, скажем так, ну, каких-то других процессов жизненных, то получается своими действиями, своей информацией, своими негативными мыслями, что мы создаем. То есть, вся информация, которая способствует развитию, она создает правое вращение. То есть, идет из космоса правый поток, который дает нам дополнительную энергию для жизни, для развития и для организованности. То есть, порядок – это правое вращение, то есть, это гармоничное развитие. А если человека преобладают негативные мысли, негативные речи, вот, допустим, да, о чем-то, либо это могут быть эмоции, которые разрушительные, значит, начинает преобладать поток материального, поток материальный, вернее, преобладание происходит материального потока времени, то есть, активизируется больше энергии магнитного поля Земли, которые дают что нам? Левое вращение – это что? Рост разрушения, энтропии, и, естественно, структура какая-то или система какая-то начинает ускоренно разрушаться. То есть, дан промежуток, допустим, существования, например, какой-то компании или жизни человека, или жизни растения, например, 100 лет или 200 лет, если это жизнь, допустим, да, какая-то, ну, растения или человека, а за счет преобладания левого вращения, искусственного, скажем так, да, внедрения каких-то, какой-то негативной информации, этот срок сокращается. И когда говорят, что человечество на протяжении многого, достаточно долгого количества времени, продолжительного, вернее, искало источник вечной жизни или как продлить свою жизнь, молодость, на самом деле все в нас. То есть, мы сами тоже являемся источником разрушительной энергии или кто-то является извне, другие люди, может быть, еще какая-то информация, которая влияет на то, что мы, скажем так, искусственно создаем или укорачиваем себе жизнь или жизнь какому-то событию. Еще раз говорю, есть естественный рост, расцвет, спад и кризис, угасание, а есть искусственно созданный. Так вот, сокращение количества жизни какого-то объекта либо события, оно зависит именно от информации. И если мы посмотрим на эту картинку, то, как я уже говорила, индивидуальный частотный канал человека, он зависит от того, в каком частотном диапазоне мы с вами находимся. И так как во Вселенной заложена программа развития, гармоничного развития, и так как мы являемся частью этой Вселенной, в любом человеке изначально заложена программа развития, гармоничного развития. Но что происходит с нами? В момент зачатия, когда мы еще не родились, а в момент зачатия, когда происходит слияние сперматозоида яйцеклетки, информационное поле папы, мамы соединяются, и они формируют матрицу будущего ребенка. И ребенок уже внутриутробно, вернее, при зачатии, получает всю информацию от папы и от мамы, от этого зависит уже целостность его матрицы, искаженная она либо гармоничная. И, как правило, уже на протяжении более 13 лет, вот это наш опыт исследований, показывает, что даже если тестировать маленьких детей, у них уже матрица искажена, потому что программы родители передаются. Ну и те, кто уже был на наших лекциях, знают, что если мы тестируем семью, папу, маму, бабушку, там ребенка, практически у всех из семьи матрицы очень-очень похожи. То есть вот как бы мы уже доказываем то, что и о чем говорил академик Казначеев, профессор, который говорил, что, естественно, то есть матрица имеет голографическая вот эта составляющая, главная, то есть это вот как раз на уровне генетическом, через матрицу и передается генетически все заболевания, и в том числе не только заболевания, но и, как мы говорим, судьба. Это та информация влияет на судьбу, которая перешла от родственников. И если матрица искажена, естественно, гармоничная матрица, значит, формирует частотный диапазон человека, на уровне которого будут происходить более-менее гармоничные события в его жизни, которые способствуют его развитию. Не просто развитие. Вот я хочу еще сказать о том, что люди, в принципе, заложена программа гармоничного развития и эволюции человека. Первое направление – это когда человек проходит уроки. Уроки какие? Это вот точно так же, как мы с вами пришли в школу, в детский сад. Мы получаем новые знания, и за счет этого мы развиваемся, переходим все более-более на новый уровень. Это первый путь, то есть путь гармоничного развития, когда мы получим, через знания мы идем. Но если у человека матрица искажена, а знания мы получаем через информационное поле, через информационный частотный канал, если он чистый и находится в диапазоне более высоких частот, то вы получаете эту информацию, потому что преобладает поток какой? Поток времени, который способствует развитию. То есть этот поток направлен из космоса, и вы тогда естественным путем получаете нужную информацию для своего развития. И таким образом происходит эволюция. Но получается так, что когда наша матрица искажена, то вот этот поток перекрывается, наш частотный диапазон смещен в более низкие частоты, и тогда в нашей жизни происходят какие-то негативные события. И именно эти негативные события дают для нас, создают не уроки, а создают проблемы, которые нам приходится преодолевать. И ошибка многих людей состоит в том, что они не умеют отличить урок от проблемы. И некоторые люди думают, что вот эта проблема мне нужна для того, чтобы я что-то осознала и поняла. А в принципе, если мы с вами, скажем так, дети творца, то нам по умолчанию из космоса должна идти информация для нашего развития в соответствии с уровнем сознания. Вот человек получил предыдущий опыт, и следующая информация, она должна уже приходить к нему на ступеньку выше, чтобы он эволюционировал и развивался. То есть мы говорим о том, что если мы подобие творца, значит, знания должны приходить те, которые будут способствовать нашему развитию. То есть это творческий потенциал. Это человек должен что-то созидать, должен подходить к решению не проблем, а ситуации, каких-то уроков, сотворять эту планету, сотворять мир вокруг себя. То есть это совершенно новый подход. Еще раз повторю, что большая разница между проблемой и уроками. Это тоже отдельная тема. Но мы говорим о том, что вот этот частотный диапазон человека имеет сдвиг уже при рождении, то есть путем того, что накладываются наследственно-радословные проблемы. Это первое. Второе, что этот канал, в наш частотный канал могут сбить чужеродные какие-то внедрения. Ну вот здесь вот очень четко видно матрица гармоничного развития человека, какая должна быть. Тогда он входит как бы вот в эту структуру, ячейку гармоничного развития. И внизу мы видим, когда человек идет на воплощение, то есть он идет со своим опытом предыдущих воплощений, и далее наслаивается геном рода. И получается, мы как личность имеем уже матрицу практически искаженную, по которой притягиваются соответствующие ситуации и проблемы. То есть практически, как мы говорим, мы живем не своей жизнью, а жизнью наших родственников, бабушек, дедушек, то есть проблемами. То есть в таком частотном диапазоне нам и на таком уровне притягиваются люди. Вот такого качества события с нами происходит, такого качества отношения, такого качества, скажем так, здоровья наше и так далее. То есть, понимаете, не может быть все хорошо, если мы находимся в низком частотном диапазоне. Плюс, конечно, большую роль играет здесь и наше внутреннее состояние. Это и наши мысли, и эмоции, и состояние. То есть вот все оно в одном. И наше личное пространство, как я уже сказала, несет первичную информацию личного генетического кода развития. То есть это вот то, о чем я говорила, дух несет программу эволюционного развития, что мы должны сделать в этой жизни. То есть мы должны стать лучше, чем мы были. Опыт поиметь больше, то есть раскрыть какие-то таланты в себе, способности и так далее. Решение каких-то проблем – это не есть наша программа личного развития. То есть проблемы притягиваются по информационному подобию вот в соответствии с тем частотным диапазоном, который был заложен нашими предками, как мы говорим, ту информацию, которую они передали. И поэтому наше личное пространство несет еще и наследственный генетический код, здоровье, стереотипы какие-то, характер, событийная предопределенность. То есть все это заложено. Кроме того, конечно, и в наше личное пространство несет еще наработанную информацию нашим личным опытом. То есть какие эмоции вы лично проживали, как вы относились к людям, какие-то события, какие проживали. Это какие-то, может быть, события, информация связана с событием, в которых участвовали, например, свои события и в чужих событиях, когда мы участвовали. То есть наши мечты, помыслы, планы – это все уже наш личный опыт. Ну и, конечно, принесенная информация из внешних источников – это социум, это информация от тех людей, которые нас окружают, это близкие, родственники, то есть это все наши взаимоотношения с ними, посылы какие-то, что они нам желают, завидуют, не завидуют. Есть люди, которые, может быть, целенаправленно вредят, и мы с этим тоже сталкиваемся. Информацию, которую мы можем, как мы говорим, словить, подцепить из какого-то пространства, находясь в каком-то месте, в том же самом метро там и так далее. Через воду, через пищу мы тоже привносим эту информацию. Поэтому, вот понимаете, настолько большое значение не имеет та информация, которую мы загружаем, загружаем в свою матрицу. То есть я еще раз говорю, через взаимоотношения, через события, через те места, где мы бываем, мы всю информацию, энергию цепляем. И плюс то, что мы привносим в себя, это пища, то, что мы смотрим с экранов телевизоров, ну и так далее. То есть вот это все в целом и дает накопление информации. И, естественно, если мы задумаемся, какого качества эта информация. Так вот, если нас в жизни сейчас окружает такой хаос, значит, мы должны понимать, что информация, она имеет в большей степени уже разрушительный характер. Ну и даже если мы посмотрим, что идет у нас с экранов телевизора, о чем мы говорим с вами, когда встречаемся друг с другом, очень редко, наверное, когда люди делятся разными, радостными событиями. Ну, чаще всего что? Говорят о том, что же негативного произошло. И что получается? Когда я вам показывала первую схему, это вот кривая такая, да, когда идет зарождение, развитие, то есть рост какой-то, потом идет спад, заканчивает система, свою жизнь. И получается как? Вот черная эта линия, это индивидуальная программа и индивидуальное время, выделенное для жизни этого человека или для жизни события какого-то. Вот это черная кривая. И получается, что за счет внедрения или наслоения чужеродной негативной информации, вот розовым выделена та зона на сегодняшний день, какую мы, какое время мы имеем. То есть, во-первых, мы видим, посмотрите, это пирамидка такая, можно сказать, розовая, она намного ниже, скажем, той основной нашей жизненной программы, диапазон, как мы говорим, да, частотный, ниже стал. Далее, энергии, отведенной на жизнь, меньше, то есть получается, что негативная чужеродная информация, которая заблокировала нашу личную программу развития, естественно, она не только забирает у нас энергию, но она еще и укорачивает нашу жизнь, потому что мы тратим время не на свою реализацию, не на реализацию своей жизненной программы, а на то, чтобы бороться с чем? С трудностями, с проблемами, ну и так далее. И, наверное, нет, наверное, такого бы человека, у которого все было хорошо. Как мы говорим, богатые тоже плачут, да? У них есть другие проблемы. Поэтому у каждого, наверное, на своем уровне есть соответствующие проблемы. И получается, что человек не может реализовать свою цель или программу личностного развития. Поэтому, когда мы говорим о том, а можно ли что-то в этом плане сделать, можно ли как-то помочь себе, можно ли выйти вот из этих проблемных ситуаций, в данном случае здесь как раз вот наши разработки, квантовые голографические модули, ну, в том числе, допустим, и, конечно, и зеркала, мы можем здесь использовать, но в данный момент мы говорим о модулях. Как раз за счет того, что модули обнуляют, снимают какие-то чужеродные разрушительные программы, то есть разрушительную информацию выводят из матрицы человека, снимают, допустим, или очищают ту же пищу, например, которую мы обрабатываем на гравитоне, те пестициды, гербицид там, или ГМО-следы, потому что это тоже разрушительно на нас воздействует. То есть вот если вы начинаете очищать вокруг себя пространство с помощью модулей, пищу, свое пространство от воздействия там какой-то внешней информации негативной, на генетическом уровне наследственные какие-то программы, получается, что вы корректируете свою матрицу, то есть вы начинаете восстанавливать энергетический потенциал, то есть свои жизненные ресурсы для того, чтобы хотя бы увеличить, скажем так, продолжительность жизни, и наша задача, как мы говорим, вот восстановить целостность своей матрицы, восстановить тот жизненный потенциал, восстановить то индивидуальное время, которое вам дано на то, чтобы вы реализовали себя в этой жизни, то есть выполнили свою индивидуальную программу, того предназначения, которое было для вас определено именно вот в этой жизни, как человека, и, естественно, чтобы вы пришли к естественному потоку жизненной энергии и не только восстановили свой потенциал, но и, понимаете, как бы прожили свою жизнь в полном ее хорошем объеме, может быть, не 80 лет, не 100 лет, а может быть, 150, а может быть, ну и больше, то есть из разных источников, да, нам известно, кто-то говорит 150 лет человеку дано прожить, кто-то говорит 300, кто-то 600, ну и так далее. Но когда ученые доказали, что наша печень, представляете, печень, которая выполняет какую работу, это как канализация, можно сказать, да, через которую вся грязь проходит нашего организма, вот печень способна прожить 650 лет, как бы запрограммирована, тогда вопрос возникает, а какой тогда смысл сердцу, например, 70 лет жить или другому какому-то органу, если даже печени, ну, отведено столько. Поэтому как бы вот философский такой вопрос, можно подумать над ним. Ну и когда у нас происходят какие-то проблемы, конечно, в течение жизни, вот нам отмерена эта жизнь, мы сейчас подойдем с точки зрения того, в том пространстве, в котором мы находимся, мы еще не восстановили свой жизненный потенциал, мы к этому приходим с помощью модулей. И поэтому получается, что, естественно, есть проблемы, которые мы с вами решаем, но нам же, понимаете, хочется, чтобы все было очень быстро, незаметно, чтобы что-то произошло, вот само собой. Ну, так как и мы уже наделали каких-то ошибок своих, и наши предки тоже совершили какие-то ошибки, с другой стороны, это внешние какие-то программы негативные, которые блокируют гармоничное развитие нашей жизни. Получается, что в нашей жизни происходит и произошло очень много негативных событий. И, как правило, когда у нас происходит что-то плохое, мы это видим, мы это замечаем. Это как, знаете, когда болит что-то, да, вот нарыв там или зуб болит, и он вам дает знать, что я здесь, и вы эту проблему чувствуете. А когда человек работает с модулями, и постепенно какие-то проблемы уходят, он говорит, да, вроде бы ничего не происходит, вроде бы ничего нет, да я не знаю, как работают модули. Так вот это как раз ничего не происходит, и есть, нет таких проблем, которые были раньше, и человек просто об этом забыл. Но кроме того, когда, как мы говорим, модули – это не волшебная палочка. Сами по себе, да, они убирают чужие программы, чужую разрушительную информацию, но модули не будут за вас думать, модули не будут за вас принимать решения. И здесь уже зависит от того, как человек будет использовать эти квантовые голографические модули, зависит от уровня его сознания. У каждого человека свои нравственные принципы, ценности, свое мировосприятие, или, скажем так, каждый через эту свою призму воспринимает этот мир, как мы говорим, как он видит, хорошо либо плохо, да, и что для него приемлемо, какой путь он выбирает, какой путь решения проблем каких-то, или ситуаций он выбирает. То есть каждый воспринимает через свою призму. И, естественно, когда человек видит какую-то проблему, он ее начинает решать. Но, еще раз говорю, когда какая-то проблема начинает развиваться, она не может сразу возникнуть на пустом месте. И мы с вами все равно интуитивно видим, чувствуем, когда что-то не так пошло. Но наши свойства, скажем так, это может быть в характере у кого-то, это может быть наследственная программа, стереотип поведения, да, и отношения в какой-то ситуации, в какой-то ситуации, когда уже она негативная начинает развиваться, некоторые думают, как, ну, авось пронесет, это одно отношение. Другие думают, ну, может быть, все-таки, если это относительно какого-то человека поведения, другие, например, думают, ну, вдруг вот дадим шанс ему, дам шанс, ну, мало ли, все совершают ошибки. Кто-то думает, что, ну, исправится этот человек, но, может, в другой ситуации он поведет по-другому. Но мы должны понимать, что у каждого есть свои нравственные принципы. Это то, что наработала душа человека. И он поступает в соответствии со своими принципами. Есть моменты, когда человек может измениться, тогда, когда уходят какие-то внешние программы либо воздействия, то есть за счет них человек как-то не так себя вел. Но если у человека уходят какие-то внешние воздействия, но человек не меняет себя, свой характер, свою призму восприятия на какие-то события, то это говорит о том, что это его уровень развития сознания, это его душа наработала этот опыт, и для него это имеет ценности, для него это нравственные принципы, которыми он руководствуется в своей жизни. И когда, конечно, мы говорим, что какие-то события начинают развиваться постепенно, и в конце концов мы видим уже это событие, которое имело, может быть, начало 10 лет назад или год назад, вот нужно научиться наблюдать и вовремя принимать какие-то меры к решению какой-то ситуации, либо решительно в нужный момент кому-то сказать «нет» и отказать в чем-то, либо прервать какую-то связь и так далее. Но мы тогда, в принципе, спохватываемся только тогда, когда уже событие достигло какой-то своей критической точки. И вот когда уже, как говорится, «сос» и событие кричит, и когда у нас назрела какая-то серьезная проблема, вот тогда только мы начинаем решать. Мы хватаемся, как некоторые говорят, вот к нам приходят люди, были, допустим, они год назад, и потом потерялись, а потом приходят и говорят, «Вы знаете, наверное, вот надо было тогда мне брать модули, начинать работать, и не было бы того, что произошло сейчас». И получается, когда у человека возникла критическая ситуация, вот только тогда он хватается. Но как мы говорим, пока гром не грянет. Но это вот свойство, да, россиян. На Западе немножко другой подход, или на Востоке другой подход, когда они предотвращают то, чего бы могло произойти. Поэтому, когда мы не получаем какой-то, скажем так, какой-то быстрый результат, когда у нас в критической ситуации, говорят, как так, вот я взял модули, я начинаю решать какую-то ситуацию. Почему у меня вот не меняется ситуация? Да потому что, представляете, она формировалась на протяжении многих лет и уже достигла критической точки. То есть уже событие произошло. Мы не можем его отменить, это событие, но мы можем с помощью модулей откорректировать его какие-то последствия. Поэтому не получится изменить жизнь быстро, потому что мы привыкли вот в этих ситуациях быть еще и в этих состояниях. Переживаний, жаловаться, ну, либо жить вот в этом диапазоне, частотном, негативном диапазоне. Поэтому есть, как мы говорим, такой принцип 21 эффект, 21-40-90. В психологии тоже известен этот эффект, когда новая привычка появляется только за 21 день. Это вот как в спорте, да, когда нужно тренироваться, чтобы натренировать мышцы. Также нам нужно тренировать свое сознание для того, чтобы определенные стереотипы поведения, реакции на какие-то события закрепились. Поэтому почему мы рекомендуем с установками, например, работать не менее 21 дня? Это как бы появляется эта привычка, но ее нужно закрепить. Поэтому 40 дней, да, если мы используем какую-то установку, либо мы тренируем, скажем, свое сознание, разрушаются предыдущие связи, которыми человек перестает пользоваться. Вот эти как бы стереотипы поведения разрушаются. И только на 40-й день уже, вернее, на 90-й день уже эта привычка закрепляться, начинает устойчиво входит в нашу жизнь и формирует новый стереотип поведения или реакции на какие-то события, когда действия какие-то переходят в автоматический такой режим. Поэтому привычка, вот в том числе, как я говорю, да, когда мы привыкли быть несчастными, когда мы привыкли, что вот так вот оно все складывается, она становится не только в жизнь нашу входит, но она становится частью нашей личности. То есть мы привыкаем к этому. Представьте, если, ну, не очень хорошо жизнь складывалась, события складывались в течение, может быть, это на уровне взаимоотношений с детьми, то есть не складывались много лет эти хорошие отношения, может быть, не складывались много лет отношения между мужчиной и женщиной, муж, жена там и так далее. Может быть, не складывалось что-то на работе, может быть, во взаимоотношениях не только в сотрудниках, но и просто вот не везло с карьерой и с работой. Понимаете, эта привычка находиться в этом состоянии неудовлетворения или состояние, ну, когда что-то у нас не получается, она, понимаете, вот сформировалась уже, эта часть вас, она внутри. И просто так вот выбросить ее не получается, значит, нужно ее преобразовать, перевести на новый уровень, потому что, как мы говорим, заменить чем-то другим. И вот здесь очень хорошо работает у нас методика, почему я очень часто говорю, чтобы вы почаще пользовались этой методикой, это работа с гравитоном, когда мы с вами можем устранять или, как мы говорим, обнулять вот эти привычки негативные и переводить эти привычки, менять вернее, преобразовывать в другие привычки. Методика работы с образом события, это когда мы говорим о том, что если у вас есть какое-то негативное событие, которое повторяется и оно происходило в течение многих лет и повторяться начинает, вы берете гравитон, берете воду, ставите перед собой, мысленно вспоминаете какую-то ситуацию негативную, может, это связано с работой, с отношениями и так далее. Как мы говорим, посмакуйте, прокрутите вот этот негатив 10-15 минут, вспомните все до мелочей, если это была ситуация какая-то связанная с человеком, вспомните, в каком состоянии были бы, то есть постараться войти в это негативное состояние. Как чувствовал себя тот человек, что говорилось, где это происходило, то есть как мы говорим, посмаковать вот эту всю проблему, событие само. И в этот момент, так как вода приобретает структуру объемную, вот это событие как бы на уровне, как мы говорим, голографическое событие, оно записывается на воду и обнуляется. И потом, когда мы ставим эту же воду на сторону энергетическую, вы должны представить, что событие с этим же человеком, как бы вам хотелось, чтобы это произошло. То есть вы рисуете совершенно противоположную картинку, более позитивную, как мы говорим, чем больше вы пофантазируете и нужно войти в состояние гармонии, радости, удовлетворения, когда, знаете, у вас все получилось, вот такой драйв вы чувствуете. Вот именно это событие новое записывается на воду, закрепляется в кластерной системе. Когда вы эту воду выпиваете, так как модули наши работают на атомарно-молекулярном уровне, то вот эту информацию получает каждая ваша клеточка, она запоминает эту информацию. И, естественно, вот этот эффект, вот очень хороший опыт, я прямо передаю привет Людмиле Валерьевне из Краснодара, вот там группа настолько молодцы, девочки работают и получают просто потрясающие результаты уже в течение многих лет. Такой хороший опыт, они уже не просто работают и помогают себе, они уже свои семьи, скажем так, научили этому всему. Они целыми семьями уже пользуются модулями и родственники еще в придачу, скажем так. Но они уже помогают и людям, и своим пациентам, которых выводят из серьезнейших ситуаций. И вот я думаю, попрошу Людмилу Валерьевну, чтобы она таким опытом поделилась с нами. Поэтому особенно те, кто работает психологами, докторами, вот это очень хороший опыт, когда мы можем действительно вот так быстро помочь, решить человеку какую-то проблему, чисто на психологическом уровне, наверное, например, которая не решалась 2-3 года, ни психологами, ни психиатрами, ни докторами, и серьезная проблема была у человека. И буквально за 3-2-3 раза работы вот именно по этой методике человек избавлялся от какой-то проблемы. Поэтому вопрос в том, как мы подходим. Есть просто желание, чтобы проблемы ушли. Ни один человек не хочет, чтобы у него были проблемы со здоровьем там или в отношениях, или еще что-то. Другой вопрос. Мало одного желания. Нужно не просто желание, нужно намерение, стремление. А самое главное, нужно, чтобы вы поняли, как вы хотите, чтобы было, чтобы это событие происходило, чего вы хотите, по большому счету, от этого события. А самое главное дальше – это работа, потому что это система. Вот точно так же еще раз повторю, как мы нарабатываем опыт нашей мышцы, закрепляются какой-то опыт, и уже на автомате потом какие-то движения. Или как музыканты. Представляете, сколько они тренируются, чтобы они с закрытыми глазами уже могли сыграть какие-то произведения, играют. Вот до автомата должна эта привычка закрепиться. Вот точно так же, как до автомата закрепились плохие привычки в нас, реакции, поведение там и так далее. Или болезни привычка. Точно так же мы должны преобразовать и закрепить привычку хороших событий. Закрепить привычку правильно реагировать на какие-то ситуации. То есть вот это все мы можем делать с помощью наших модулей. Ну и я уже говорила о том, что... Я говорила сейчас о том, что мы сами формируем какие-то негативные, как бы закрепляем вот эти события. Ну и, конечно, привнесенная разрушительная информация от других людей, которая наслаивается, сбивает наш частотный диапазон. Это, конечно, влияние различных мест, когда мы бываем на каких-то местах, думаем, что это место силы. Вот здесь, как пример, человек думает, что это место силы. На самом деле это место совсем противоположное дает, противоположный эффект. То есть потеря энергии дает. И здесь мы видим, вот когда мы проводили в экспедициях замеры, мы четко видим, какое поле было после посещения места, так называемое, место силы в кавычках. И что произошло. И потом, действительно, когда человек побывал на месте силы, ну, это ограниченное место, куда мало кого допускает. И мы видим, как матрица восстановилась. Ну, здесь тоже это пример нашей экспедиции, когда мы проводили замеры в Болгарии, когда в одном из древних вот таких монастырей считалось, что вот место, вот здесь каменная плита такая, вы видите. Считалось, что женщинам нужно полежать, чтобы восстановить здоровье там, и у кого проблемы по гинекологии и так далее. Но оказалось, что это место дает совершенно противоположный эффект. Наоборот, вообще эта плита оказалась, что была предназначена для ритуалов, это приношение, жертвоприношение. Представляете, вот ложится на нее человек, а она несет информацию обо всех тех жертвах, которые были, ну, скажем так, через определенный ритуал проходили. То есть это место, эта каменная плита, она несет страдания, программу смерти многих людей, которые, ну, вот здесь поплатились жизнью. Поэтому какую информацию получит человек? Поэтому очень осторожно сейчас и аккуратно нужно подходить к ситуации посещения так называемых мест силы. Конечно, воздействуют на нашу энергию и геопатогенные зоны, и общественные места, где мы, и наши квартиры находятся тоже в неблагоприятных зонах, потому что сетку Хартмана никто не отменял, и она проходит через все квартиры практически. То есть есть определенные узлы опасные, и иногда человек просто не восстанавливается только потому, что, например, у него находится спальное место в этом районе. И вот эта геопатогенная зона, она практически вместо того, чтобы человек отдыхал, она, наоборот, забирает у него все силы. И, кстати говоря, по преобразованию вот таких геопатогенных зон у нас очень хорошо работает модуль сферит. То есть он не устраняет геопатогенную зону, но он что делает? Вот ту воронку, которая создает геопатогенная зона в той же самой квартире, он просто эту минусовую энергию, он перекручивает вправо. То есть все модули у нас вправо поляризованы, то есть он просто перекручивает вот этот поток. И вместо того, что была энергия разрушения в вашей квартире, наоборот, скажем так, энергии, которые способствуют поддержанию вашей жизни. Кроме того, я уже говорила, что влияет негативная информация, которая привносится с пищей, с водой, через консерванты, усилители вкусов, ГМО и так далее. Вот здесь вы, у меня отдельная лекция была как раз по безопасному питанию, кластерная вода, по технологиям, как мы можем применить наши модули. На ютубе есть видео, вебинар, посвященный этой теме, вы можете увидеть. Вот здесь просто, как пример, мы видим влияние геномодифицированных продуктов или кормов, например, на крысок, мышек. Это как раз исследование проводила Ермакова Ирина Владимировна, главная в мире специалист по ГМО, с которой мы проводили совместные исследования здесь, в нашем центре. Как влияет на клеточном уровне ГМО растения там, либо какая-то пища. И что происходит с клетками, и что происходит с хромосомами, как они уходят в патологическую, скажем, зону. Или вот пример бычков, которые у нас сейчас выставляют на выставочных сельскохозяйственных павильонах. Да, это достижение. Но представьте, какой продукт употребляется человеком, и какие нарушения на генетическом уровне могут быть у человека. Еще раз говорю, что более обширно вот по этой теме я рассказываю в лекции на вебинаре. Вы можете ее на ютубе посмотреть. Конечно, силы энергоинформационных ударов тоже воздействуют на нас. Ну, каждый, наверное, на себе когда-то это почувствовал. Также, кроме этого, это влияние эгрегориальных различных структур. И мы должны с вами понимать, люди, которые есть эгрегоры. Кстати говоря, в чате кто-то задавал вопрос, а что вообще такое эгрегор? Ну, эгрегоры, естественно, это, скажем, какие-то сформированные информационные образования, которые наполняются психической энергией людей. То есть есть эгрегоры стихийно, сформированные естественным образом. Например, есть эгрегор семьи, государства. То есть вот начинают люди объединяться сами по себе. Естественно, они что? Формируют, например, группу по интересам. Это естественным путем, как семья, еще раз говорю, школа, например, предприятие какое-то и так далее. Но есть эгрегоры, которые сформированы специально каким-либо человеком, либо обществом людей для сбора психической энергии с людей, потенциала их и так далее. Чаще всего к таким эгрегорам относятся различные школы под видом духовного развития. Самые мощные – это религиозные эгрегоры, эгрегоры алкоголизма, секта, ну и так далее. Поэтому мы должны понимать, что когда мы находимся под влиянием таких эгрегоров, перекрывается ваш личный частотный канал и диапазон, по которому вы связаны со своим личным информационным кластером. И если вот посмотреть на схеме, которая внизу, мы видим природа, как, скажем так, вот несколько уровней, семь уровней мироздания, то к первому уровню это самое материальное такое находится природа, дальше человек, дальше общество, дальше идут эгрегоры, которые формируются людьми либо обществом, только потом идет ноосфера, то есть это информационное поле общее, и потом идет уже либо высший разум, либо надсистема, это бог там, ну как хотим мы называем. Вот эгрегоры находятся на этом уровне. И вопрос, люди вроде бы хотят развиваться, хотят получать информацию, но находясь под эгрегором, они как бы такой под колпачком находятся, они не могут получить доступ к ноосфере, то есть к информационному полю. Это уже другой вопрос, когда люди, которые идут в развитии, хотят получить какой-то ответ, например, или, ну, на вопросы свои. Академик как раз Казначеев с группой ученых, ученых в Институте клинической экспериментальной медицины в Новосибирске, вот они как раз именно экспериментальным путем доказали наличие полевых энергетических структур, которые существуют в белково-нуклеиновом пространстве живых клеток. То есть вот она физическая клетка, а есть еще и тонкие полевые энергетические структуры. Вот почему я об этом хочу сказать. Потому что есть образование, например, эгрегоры, которые сформированы человечеством. Но есть еще и эгрегоры, которые формируются различными бактериями, грибками, вирусами. То есть вот все в мире голографично, и каждый имеет в этой системе свою какую-то нишу. И поэтому, если вот я этот вопрос затрагиваю, почему? Потому что вот как раз я вам сегодня говорила о том, что у нас новое... Хочу сказать о том, что новое устройство антивирусное, которое называется Лавир, вот понимая, на каком уровне происходит, скажем так, распространение, формирование каких-то вирусов и бактерий, вот в этом устройстве модули, квантовые голографические модули, заложена как раз программа на устранение вот этих вот структур, которые формируются вот этими образованиями колоний, как мы говорим, бактерий, вирусов и так далее. Вот в описании модуля вы это найдете. Поэтому вот понимая, что внутри нас мы тоже являемся своеобразной планетой для, скажем, этих организмов, и они тоже образуют так называемые голографические солитоны. То есть это что? Вот точно так же, как человечество формирует, да, общее информационное поле, то точно так же вот эти солитоны, состоящие из вирусов, бактерий и так далее, они могут перемещаться внутри нашего организма. То есть они не обязательно могут быть в каком-то одном месте, они могут быть и через кровь, но они, еще раз говорю, перемещаются на энергетическом тоже, на полевом уровне. И эти еще, которые неизвестны ранее науке, голографические солитоны распространяются на определенной волне, естественно, частоте они распространяются с постоянной скоростью, локализуются как бы в виде сглосков, там циркулировать, могут располагаться в различных органах, системах и перемещаются по жидким средам, ну и так далее. Попадают из мозга, в печень любые другие органы. То есть они что делают? Мигрируют и вызывают определенные функциональные расстройства. Ну то есть, например, подцепили какой-то вирус, он расположился в одном месте, потом, например, он может переместиться в другое место. Так вот как раз открытие Казначеева Лоэли Петровича и те экспериментальные данные, материалы настолько вот серьезны в этой области, потому что они касаются всего современного, всей современной области естествознания. Именно вот эти энергетические структуры, которые имеются как раз у вирусов, у патогенных возбудителей, бактерий, там, глистов, они имеют эфирные, астральные, ментальные инфекции есть, существуют на полевом, на волновом уровне. И поэтому бороться, как мы говорим, с ними бесполезно, можно заглушить что-то. Но, как мы говорим, пока существует в нашем организме комфортная для их существования среда, то есть определенный частотный диапазон, вот они будут существовать в вашем организме. А мы теперь уже говорим о том, что частотный диапазон, в котором мы живем, создается чем? Информацией, то есть зависит от качества информации, которую мы с вами принимаем, которая находится в нашей матрице. Это может быть и наследственная, генетическая, привнесенная, и наши мысли, эмоции и так далее. То есть как привносятся эти энергетические структуры извне, и также они зарождаются внутри организма, когда мы сами создаем для них существующие вибрации, которые для них, ну, скажем так, являются пищей для жизни. Поэтому вот как раз модуль, который называется лавир антивирусный, вот в нем именно заложены еще такие программы, которые помогают справляться вот с этими вирусами, бактериями, то есть будем говорить так, патогенной вот этой вот средой, учитывая тонкополевые структуры этих вирусов, на каком уровне они размножаются. Ну и я хочу сказать, конечно, что создает еще и определенные вибрации негативные, это влияние, скажем так, нашей техники, это достижение, конечно, потому что любой компьютер, любой смартфон, телефон, вы понимаете, что сейчас столько гаджетов, наши дети, наша молодежь, ими просто обложилось. И все они, естественно, создают что? Электромагниты и поля. Электромагнитное поле создает минусовую воронку возле нас, вокруг нас, и получается, это тоже способствует низкочастотным энергиям, которым паразитам тем же самым, да, или вирусам тоже комфортно. То есть эти частоты ослабевают, ослабляют, вернее, наш иммунитет и наши защитные функции, потому что мы теряем энергию за счет этого, энергия у нас уходит. Поэтому вот если будем говорить так о том, насколько мы подвержены каким-то структурам, в каком диапазоне событий мы с вами живем, развиваемся, и как мы говорим, как создать лучшую версию себя, и можно ли жить без проблем, как раз вот, пользуясь нашими технологиями, мы с вами вспомнили вот эту кривую, да, когда мы говорим, сколько нам отмерено времени, то есть сколько нам отмерено жизни по нашей программе, и насколько мы укорачиваем, или какая-то внешняя негативная информация, насколько укорачивает нашу жизнь и создает определенные проблемы, программы и так далее. Так вот, наш частотный канал сместился, как мы говорим, точка сборки. А точка сборки, что это такое? Это вот, что это такое? Это как раз вот три единства, скажем так, материального тела или нашей личности, как вот человек, я личность пришла в этом теле, далее это наша душа и наш дух. То есть это как раз вот тот частотный канал, наш чистый канал, это соединение со своим духом, это соединение со своей божественной сутью, сущностью, в которой заложена гармоничная программа развития любого из нас. Но, еще раз повторяю, вот через этот канал мы с вами получаем чистые потоки энергии для нашего развития. А так как в этой программе развития заложен определенный частотный диапазон, значит, к вам должны приходить люди в определенном частотном диапазоне, которые соответствуют вашему уровню сознания. То есть, если уже душа настолько получила, вышла на определенный уровень развития, и у нее здесь высокие какие-то цели, и события должны быть связаны с творческим процессом, чтобы дальше идти, развиваться, эволюционировать и научиться чему-то новому, мы приходим сюда, и реализовать свои какие-то знания. И человек будет развиваться в этом диапазоне. К нему уже не будут притягиваться люди, которые не соответствуют его уровню развития. А получается так, в жизни мы очень часто встречаемся, люди, которые имеют высокий нравственный потенциал, духовные, наработки у них, то есть они живут по законам мироздания, они стараются, они даже, понимаете, не потому что стараются соответствовать этим законам, а у них в душе этот закон уже по умолчанию есть. И для них поступить по-другому просто неприемлемо. Вот они не поступают, они не могут поступить, потому что у них в душе вот это чуждо, например, совершить какой-то нехороший поступок. То есть это говорит о том, что душа уже на достаточно высоком уровне развития. Но получается так, что этому человеку притягиваются люди, которые создают проблемы. Именно такие люди притягиваются по подобию, которое есть в матрице. Значит, есть какие-то программы в матрице, в событиях у человека, закрепились какие-то события в его поле, которые притянули такого человека, который создает или создал данную, например, проблему. Это одно. Другой вопрос, что бывает так, что начинает какая-то проблема в жизни человека, имеется в виду, что вот было какое-то событие, вдруг это событие начинает развиваться по какому-то минусовому варианту, скажем так, начинает возникать какая-то проблема. А мы говорим еще о том, что вот когда мы смотрели, вот этот отрезок временной, сколько отмерено человеку прожить, а может быть, сколько отмерено существовать предприятию какому-то, либо сколько отмерено быть каким-то отношением. И получается так, что если у нас, то есть я хочу что сказать, что не всегда нужно воспринимать существующее негативное событие как проблему, что это плохо, что это несчастье, что это что-то ужасное. Но мы должны понимать, что процесс любой когда-то завершается. То есть он достиг какого-то уровня развития, какой-то точки уже, и это событие идет на спад. И когда происходит какая-то негативная ситуация, это говорит о том, что система начинает разрушаться, то есть она отжила свое. Это могут быть отношения, которые уже изжили себя и завершились уже. Это может быть даже какое-то предприятие, которое уже выработало свой потенциал и завершило, скажем так, программу своего существования. Так вот, это всегда происходит через что? Через негатив, через разрушение. Мы, конечно, иногда воспринимаем это как какое-то несчастье, воспринимаем или катаклизм в своей жизни. Но нужно просто понимать, что значит какой-то процесс завершился, раз идет разрушение какое-то, значит что-то уже завершилось. Что нужно сделать в данной ситуации? Отпустить ситуацию, принять ее и спокойно к этому отнестись. То есть процесс какой-то должен завершиться. И всегда, если в таких ситуациях вы принимаете ситуацию спокойно, как мы говорим, не зря же поговорка «все, что не делается, все к лучшему». Так вот, если вы воспринимаете это спокойно, реагируете спокойно на это, значит вы не подключаетесь вот к той воронке, которая разрушает какое-то событие. То есть оно его просто завершает. Если вы эмоционально реагируете, идете на какой-то конфликт или переживаете по поводу какого-то события, значит вот эта воронка начинает вас втягивать, вы теряете энергию, и вас начинает эта воронка приводить к разрушению. И в итоге получается, что, что получается, если вы реагируете спокойно на какое-то событие, которое завершается, то вы, как бы, ваше пространство вокруг вас спокойное, какой-то процесс завершается, но одновременно с этим пространство уже выстраивается для какого-то нового события, для какого-то нового дела, может быть, для каких-то, может быть, новых отношений. То есть вот в этом спокойном чистом пространстве вы даете возможность сформироваться чему-то новому. И если вы спокойно, то формируется что-то хорошее, потому что вы своей реакцией негативной, если вы, допустим, не реагируете, как мы говорим, психикой своей, эмоциями, спокойно отнеслись, если вы реагируете эмоционально, переживаете, что происходит. Вы вот это пространство вокруг себя приводите в хаос, вы его, как бы, взбудораживаете. И в этом хаосе не может простроиться что-то хорошее. Значит, если будет новое событие какое-то, которое придет на смену старому, оно будет тоже в негативных эмоциях. Вот как раз мы говорим о том «жизнь без проблем». Миф или реальность? Мы должны понимать, что такое проблема, что такое урок, ну и далее, как себя стоит вести в каких-то ситуациях, которые, опять же, через нашу призму понимания, потому что это стереотип опять, да, взгляда на происходящее событие. Вот когда мы с вами научимся спокойно реагировать, когда мы с вами, скажем так, отработаем с гравитоном в том числе с образом каких-то негативных событий, которые были в вашей жизни, чтобы их стереть, вычеркнуть из вашей матрицы, чтобы они не притягивали подобные события, вот тогда у вас негативных таких событий, разрушительных, будет встречаться все меньше, 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 и пойдут на угасание. То есть тогда вы уже переходите на более позитивные события. Вот это как раз и есть эволюционное развитие. И не надо придумывать каких-то там специальных техник по поводу духовного роста и так далее. Потому что когда вы справляетесь с этими ситуациями, изменяете свое отношение к этой ситуации и изменяете свое понимание происходящих процессов, вот именно тогда и происходит эволюционный рост. По сути, а зачем нам стремиться к какому-то эволюционному росту, зацикливаться на этом? Да просто мы переходим в другой диапазон событий. И тогда, если вы переходите на более качественный уровень, гармоничный уровень решения каких-то ситуаций, событий, это само по себе уже является эволюционным ростом. То есть вы с каждым разом по-другому начинаете решать ситуации. А если вы уходите от проблем, а потому что нечему притянуть будет, у вас по-другому уже мысли работают, у вас по-другие намерения, у вас другие привычки реакции на события. Вот и все. То есть поэтому вопрос в том, что действительно ли можно жить без проблем или нет. Да, можно. Но, конечно, здесь нужно работать над собой. Понятно, что убирать внешние какие-то воздействия, которые мешают и смещают, скажем так, наш частотный канал и точку сборки. Но дальше первая задача, как мы говорим, это устранить принесенные программы, которые там от людей или где-то вы нацепляли в течение жизни. Второе – это убрать из вашей матрицы негативные чужеродные программы генетические, которые тоже притягивают подобные ситуации вибрационно. И далее – это работа над собой. Вот как бы три основных составляющих. Ну и уже я даже и не говорю, что это какая-то работа серьезная. Ну, разве является серьезной работой почистить пищу на гравитоне? Разве является это какой-то серьезной работой каждый день заряжать воду на гравитоне и привычка пить чистую воду? Или поставить, разместить в комнате, в квартире или на предприятии сферитка, который будет очищать пространство от внешних каких-то негативных источников, сохранять энергию. И в этом пространстве вы будете наполняться энергетически и подпитываться, как мы говорим, «Мой дом, моя крепость». Это, по-моему, это совсем небольшие усилия. Другой вопрос, что да, нужно включить сознание и поработать с теми событиями на обнуление, которые происходили в нашей жизни. Они закрепились в памяти событий в нашей матрице. Вы убрали чужое воздействие какое-то, из-за которого произошла негативная ситуация, но само событие, которое прожили лично вы, проживая эмоционально его, вот эти ваши эмоции, переживания, обиды, там может быть злости, гнева, еще какие-то претензии, именно ваши эмоции это событие закрепили в вашей матрице. И только вы можете убрать его, потому что только вы можете это событие преобразовать, замещая те эмоции, негативные, на позитивные. А вот это как раз мы можем делать с гравитона. Работая с образом события. Ну вот, сегодня у нас такая, думаю, большая тема была поднята. Я благодарю тех, кто был у экранов, кто с нами. Телефоны вы знаете. Сайт я вам уже обозначила. Поэтому сейчас я выхожу на режим трансляции. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто был со мной, кто присоединился к нашему вебинару. Постараемся разместить его на нашем канале на YouTube. Естественно, я уже сказала, что мы наведем там порядок, структурируем всю информацию, чтобы было легче находить и подключаться на нужную необходимую информацию. Вот. Еще раз я хочу показать тот модуль, который у нас выходит. Это модуль Лавир антивирусный. Следите. В чате размещены акции. Значит, мы объявим сейчас об акции. На какой период эта акция будет работать? Я хочу сказать, что у нас в Москве, по крайней мере, для участников нашего проекта, если человек покупает пять модулей или приглашает пять новых людей, ну, пользователи будут говорить так, будем говорить в свою группу в течение определенного периода, этот модуль, вот мы решили сделать такой подарок. Наш модуль будет стартовать на этом. То есть тот получает подарок вот данный модуль Лавир. Еще раз повторю, это антивирусный модуль. Информацию мы разместим и на сайте о новинке в разделе новостях. И также, кто у нас подключен к чату, я хочу напомнить и сказать тем, кто не знает, у нас открыт чат Сфера, в которой подключаются пользователи. И хочу напомнить, что в этом чате мы размещаем новости, рассылки какие-то. И люди предназначены прежде всего для чего? Для того, чтобы наши пользователи могли делиться результатами. Для чего? Потому что у каждого есть свой интересный опыт. И иногда даже человек не может решить какую-то проблему, но другой человек подобную проблему решил, и он поделился результатом, уже помог другим. Поэтому, конечно, чат предназначен для этого. Но иногда я тоже отвечаю на какие-то вопросы, когда задаются вопросы серьезные. Но в большей степени все-таки я попрошу писать эти вопросы на почту нам присылать. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться, сказать вам спасибо и слова благодарности за то, что вы были с нами. И... В нашу инфляцию индивидуально вам... Да, вот, значит, в чате кто-то написал вопрос, модуль индивидуальный или нет. Этот модуль общего пользования. Ну, скажем так, в пользовании он очень простой, инструкция к нему есть. Первое – это заряжаем воду и пьем, и вместе через воду загружается вот эта вот программа, скажем так, антивирусного действия. Его можно использовать как профилактику. Ну, все мы понимаем, что вирусы у нас, наверное, у каждого есть. Грибки какие-то там, паразитарные структуры есть у каждого, у любого человека, потому что низкие частоты присутствуют у каждого. Кроме того, значит, его можно располагать в районе иммунной зоны. Это в районе селезенки. Это вот у нас здесь тимус расположен. То есть вы можете просто на какое-то время располагать, особенно во время вирусных инфекций, простудных заболеваний, вы можете располагать в районе тимуса. Это иммунная зона тоже. Значит, можно его располагать между ладонями, чтобы уже шла информация. Можно располагать в прямой проекции, если, допустим, это какие-то бактериальные инфекции, либо это инфицированные раны какие-то и так далее, можно располагать в прямой проекции. Здесь уже не важно, какой вы стороной прикладываете. В прямой проекции рановых каких-то инфекций можно через повязку располагать. Если это, допустим, конъюнктивиты, да, связаны с вирусами, можно располагать в прямой проекции глаз, ну и так далее. То есть прямая проекция – это по конкретной какой-то жалобе. Плюс можно располагать в районе точек, скажем так, выхода. Это главные точки, допустим, хэгу называется. Вот здесь она – это общее место такое энергетическое распределение. Можно тоже располагать. То есть это информационный канал очень мощный здесь, то есть на правой и на левой руке. В принципе, способ пользования есть. Я думаю, что мы, может быть, в чате тоже разместим. Так, это где? Вирус герпеса, да? Ну, в принципе, мы говорим о том, что здесь антивирусная программа заложена. Поэтому я не скажу, что с одного раза там или за один месяц пользования устройствами этот вирус исчезнет. Потому что мы говорили, вот только что я говорила о том, что если существует комфортная среда, которая комфортна для этого вируса, естественно, вы этот вирус привлечете. Но в любом случае пробуйте, работайте, и результаты вы увидите. И попрошу тех, кто уже приобретет этот модуль, делитесь в чате новыми результатами, чтобы как можно большее количество людей узнало о нем и начали пользоваться. Потому что это действительно будет большая поддержка. Тем более сейчас, когда идет период эпидемии, как правило, да? По крайней мере, так как колонии вирусов в любом человеке есть, но мы должны понимать, что есть популяции, и полностью вирусы убрать мы не можем и не нужно. Потому что это такие же сожители в нашем организме. Другой вопрос, что если эта популяция растет и достигает каких-то критических границ, то уже тогда мы начинаем заболевать. Те же самые стафилококки, они тоже нужны, чтобы участвовать в каких-то процессах. Поэтому антивирус, модуль Лавир, новый модуль, который помогает нам справиться и быстрее выходить из состояния каких-то болезненных и так далее. Еще раз говорю, что те, кто первый раз слышат, мы разместим это на сайте heavenlylotus.com, информацию об этом модуле, плюс в чате мы разместили уже информацию, можем повторить. Ну, и инструкцию по применению мы можем тоже попозже выставить в чат. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что вы были с нами. И ждем обратной связи, как мы говорим, вопросов каких-то. Центр, еще раз повторяю, работает в определенном, в том же режиме. Поэтому вот вопрос здесь еще где? Он уже в продаже. В течение этой недели, через неделю он уже будет в продаже. В продаже. Ну, я говорю, можно его с понедельника, да. С понедельника он уже выйдет в продажу. Стоимость его 6500 рублей. Это дистрибьюторская цена со скидкой. И, как я уже сказала, что объявлена с понедельника будет акция. Те, кто получить, может в подарок этот модуль. Информация будет у нас размещена на сайте Heavenly Lotus, размещена в чате. Поэтому можете узнавать об условиях акции. Ну, сейчас я уже прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч, до новых вебинаров. Так, и ждем обратной связи. Субтитры сделал DimaTorzok